В Белгороде проходит заключительный тур Всероссийской Олимпиады школьников по ОБЖ. Старшеклассники из 28 регионов страны показывают уровень подготовки и знания в оказании первой медицинской помощи, выживании в условиях чрезвычайных ситуаций. С подробностями Диана Калединова. Сборка и разборка автомата, уничтожение условного противника, оказание первой медицинской помощи пострадавшим и полоца препятствий. Все это задания заключительного тура Олимпиады. Десятиклассник Никита Иванов из Ижевска с полосой справился за 18 минут и 24 секунды. Из 150 возможных баллов заработал 129. Удалось почти все. Для меня сложность вызвали узлы, потому что я их не умею вязать. А так вроде не сложно, но и теория была сложноватая. Я готовился, так что надеюсь, будет хороший результат. В технологическом университете Олимпиада проходила сразу на трех площадках. Пока одни соревновались в ловкости и меткости, другие в спортивном зале отрабатывали навыки спасения людей в условиях чрезвычайных ситуаций. Роли пострадавших исполняли роботы-тренажеры. Они оснащены звуковой и световой индикацией. На улице под контролем сотрудников регионального МЧС школьники надевали пожарную форму и пытались потушить условное возгорание. Участники приехали с различных регионов. Уровень подготовки тоже разный. Но в целом показывают очень хорошие результаты. Среди участников Олимпиады победители региональных этапов. В заключительном туре свои знания по основам безопасности жизнедеятельности демонстрируют почти 200 школьников из 28 регионов страны. Многие в будущем планируют стать спасателями. Задания были очень интересные. Немного сложные были некоторые. Некоторые были достаточно простые. Все это было на время. Приходилось быстро, не раздумывая все, что уже было отработано, делать правильно. Я считаю, в жизни это пригодится каждому, потому что неизвестно, в какую ситуацию может попасть человек. Чрезвычайные ситуации сейчас случаются очень часто. И даже элементарно потушить пожар человек должен уметь. Планирую поступать в ВУЗ МЧС. И поэтому я думаю, что это будет не лишним и полезно очень. Результаты хотелось бы хорошие иметь. Для поступления очень поможет. Белгород Олимпиаду по ОБЖ всероссийского уровня принимает впервые. В судейскую коллегию вошли представители технологического университета, сотрудники МЧС, ВДПО, а также преподаватели школ из Белгорода, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ханты-Мансийска. Победители и лауреатов выбирают в личном зачете. По итогам получается, что порядка 8% участников – это победители. Значит, и 45% – общая цифра – это победители и призеры. Это дети очень хорошо подготовленные, могут дать фору многим взрослым. Итоги Всероссийской Олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности станут известны 25 апреля. Диана Калединова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.